На неделе написал мантру. У человека, мне кажется, должно быть в голове светлые образы какие-то. Если даже происходит что-то, то этот образ не связан с конкретным каким-то человеком. Это просто та картинка, которая дает тебе возможность идти дальше. И вот как-то совершенно случайно, я с женой вечером, родились эти строчки. Мои пальцы зарезали ножи, а на люстре его носки. Он в обнимку со мной лежит, мы с ним снова близки. Мои щеки горят огнем, на его щеках щетина. Я люблю, когда есть она, я люблю, когда мы вдвоем. Ее воздух проник в меня, и щекоткой разряд. Я поддам, пожалуй, огня в этот сонный, влюбленный взгляд. Отправил подружку, они тоже читают, медитируют, все нормально. Второе стихотворение, тоже такое короткое, это на крайне стихотворение и проза. Мне нравится писать не в рифму, а в строчку, в одну строчку. И тоже прочитала у одного знакомого, очень душераздирающее стихотворение, в котором была вообще просто неземная какая-то тоска. Я даже сама прослезилась, и мне захотелось этого человека спасти. И вот буквально тоже какая-то зарисовка. Я хочу тебя спасти, унести от тоски, от неверы в любовь, от таков и безумия крыльев обрезанных, врезанных в коже шипов. Я хочу подарить тебе каплю тепла. Унеси. И меня ты, спасаясь, с собой забираешь. Спасибо. Первый раз за три вечера, наверное. Аплодисменты, ура! Но все-таки сейчас я буду, наверное, плакать. Я с ним плакала, когда читала, перечитывала. Но, как-то меня просвечивает. Обычно я 15 листов нашу, тут 2 и все не видно. Такая печальная история. У моих духов очень вкусный звук. Когда он смешивается с запахом тела, пространство вокруг наполняется каким-то непонятным теплом. Когда я иду по осенней улице, холодной и серой, лицо и руки царапает ветер, а мысли роятся в голове, как черная неконтролируемая стая, я взрываюсь поглубже в шарф и чувствую это тепло. You so fucking special. В наушниках играет музыка из забытого фильма. Разумеется, о том, какой ты охрененно особенный. Единственное, чего я хочу сейчас, это зарыться в твое тепло. Почувствовать твой запах. Резкий и нежный одновременно. А еще я хочу, чтобы ты услышал эти слова. Эгоистка. Как ты сможешь их услышать, если я тебе их не скажу? А ведь я не скажу, это слишком страшно. Страшнее маньяков подворотни, страшнее прыжка со скалы, страшнее чудовищ под кроватью. Если подумать, то в чем, собственно, дело? По всем признакам, и учитывая все разумные доводы, мы вообще друг другу никак, ну никак не подходим. Я совсем не думаю сейчас о нашем доме, детях и внуках, собаке, которую будем вместе выгуливать, коврах, которую мы будем вместе вытряхивать, и тарелках, которые мы будем вместе бить. Разумеется, на счастье. Я думаю только о наших ночных разговорах, поездках, сумасшедших выходках, о твоем тепле, которое я так и не узнала, о моем, которое так и не узнал ты. Да, это чертов самообман, долбанный оптимизм и выдуманная трагичность. Внутри постоянно что-то щемит. Запиваешь это чем-то, топишь в смехе, глушишь эйфорией и бесконечным весельем, слепым и безрассудным. И обманываешь всех, кроме себя. Невозможно. Невозможно научить сердце расставаться с людьми, изменившими твою жизнь, разукрасившими ее яркие цвета. Невозможно привыкнуть терять их. И что самое главное, невозможно от них закрываться. Опять холодно. На столе желтый пузырек с волшебной ароматной жидкостью. На плечи накинут пиджака, в наушниках новая музыка. Впереди, разумеется, встречи. Новые встречи. Новые запахи. Ну и, конечно же, новые расставания. Вот такая печальная история. А сейчас я предлагаю...